Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов. Выкрыли на очередной объект. Печка будет здесь в ринге стоять. Задача дать пар мелкодиспенсионный. Надеюсь, что она справится. Хочу рассказать по комплектации, что вместо есть. Такой пиф для образования мелкодиспенсионного пара. У него справится вот такой вот съемник стекла, который закладывается ламелями. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что следующая ситуация произошла. Интересный шибер сделан у него. В этом плане суховей, конечно, молодцы. Они двигаются, стоят, не стоят на месте. Толщина где-то это двойка, тройка. Тяжело сказать, но довольно толстая. Потому что они смогли сделать раструб на этом, на трубе тоже уважение достойно. Но одно но. Вот этот сегмент дополнительно, он не вставляется. То есть останавливается. Видите, я не могу его вставить. Объясню сейчас почему. Соединение шва в угарок. Пару миллиметров. Где-то миллиметра два. Если меня смотрит производитель, то исправляйте эти ошибки, потому что очень неудобно при монтаже и для заказчиков. Это первый вариант. Сейчас чесать надо будет. Ну это реально головная боль, чтобы чесать. Поэтому это первый вариант. И второй вариант, когда ставятся ламели, вот здесь 220 труба. То есть 115 на 200 сэндвичи вы сможете сверху поставить и не будет упираться. Но когда вы покупаете вот эту вот доборку, у нее по вот этому контуру 190. И ламели, когда вы вставляете, диаметр уже другой. То есть если мы вставим, я вам покажу сейчас вверх. Видите, да? В разных плоскостях стоит. Вот эта часть нижняя, вот эта часть, она выступает больше. Вот эта меньше. И вы сюда сэндвич не поставите 115 на 200, не поставите 115 на 220. Вы будете только ограничены 115 на 180. Не знаю, почему так производитель сделал, но мне непонятно немножко. Потому что с точки зрения эстетики, мне кажется, что когда это в одной плоскости, как одна колонна, смотрится гораздо красивее. Поэтому если я ошибаюсь, если какая-то техническая особенность есть, то снова же пишите в комментариях. Поэтому. Или дымоходы. Может быть, производитель делает дымоходы 115 на 180, либо только их продает. С этой точки зрения, чтобы только его дымоходы продавали, тогда понятно. Ну это коммерция. Поэтому учтите такие моменты при покупке сегментов производителя Ферингер. Потому что давно этот производитель на рынке. Двигается, молодец, вопросов нет. Большой работы выполняет, но из-за таких вот мелочей неудобно. Поэтому при покупке комплектующих вы должны учесть такие моменты. В конце я вам покажу, как выглядит, про что я вам говорил. Сейчас я вам покажу, как монтируется оголовок для ламели, комплектующих фурингера. Теперь смотрите внимательно и запоминайте, с чем вы можете столкнуться. Держи. Брусок и кувалду. Все, до конца добивать мы не будем. Но учтите такие моменты рабочие, которые могут вылазить. В первую очередь это видео касается для производителя, чтобы исправлял свои ошибки. И мы должны просто наслаждаться. Результат все равно я добиваюсь. Поэтому как бы ни было, какой бы продукции не работал, красоту сделаем. Производителя Суховей, ну реально за то, что он делает, большое уважение за такие изделия. Ну это классно. Единственное, что да, такие вопросы, которые я поднял, это состыковка вот этого вот элемента оголовка с нижним сегментом. Это надо учесть. И плюс, видите, да, 180 труба, ограниченная в выборе дымоходов покупателя. То есть, если двухсотку сюда поставить, сэндвич, ее уже никуда, никак. Поэтому и по высоте еще, если вы обратили внимание, просто заглушку снизу поставил, потому что не было возможности поставить насадку верхнюю. Если я ставлю сюда насадку верхнюю, она уходит прямо под потолок. А это уже не хорошо. Он поставил заглушку, зацепил ее обязательно, закрепил дополнительно. И все четко, и все ровно. Это вот этот вот пав, который есть. Ну реально сделали. Сюда подается вода, и выходит пар. Выходит пар, такой парогенератор с двойки, наверное, металла, не знаю. Все ламелями заложится. Вот этот сегмент ламелями заложится. И верхний. Что такое ламели? Вот такие вот сегменты один на один. Еще очень хорошо то, что вверху, если вы ламель будете ставить, вы под потолок не ограничены. Объясняю почему. Ну вернее ограничены, но вы можете регулировать. Эти вот ламели, видите, если вам надо подрезать, вы можете немножко их срезать. На этом сегменте это нижнее, то есть здесь вы ничего не обрежете. А на верхнем вот эти вот крепежные элементы, они находятся немножко ниже. Поэтому можно обрезать и подогнать прямо к потолку. Все будет четко, ровно, и никаких не будет узоров. То есть ламель полностью будет подходить к потолку. Поэтому картинка будет, я попрошу, чтобы мне ее прислали. Я говорю, задумка классная, все классно. Такие вот мелочи, в которые выкладывается имидж, я вам сказал. Поэтому учтите эти монтажные моменты. И еще вот это расстояние сейчас 8 сантиметров. Реально очень мало. Поэтому, если вы будете покупать печку такого плана, старогенератором, то сначала поставьте трубы, вкрутите, а потом только ставьте стенку и выводите ее на топку через стену. Только после этого у вас будет все классно. Потому что я выходы вот эти вот вывел сначала. Ничего не получилось, мне приходилось снимать эту конструкцию. Слава богу, что домоход я не закрепил вверху. Пап этот поднял вверх полностью. Вставил в трубки, позакручивал нижнюю и верхнюю. И только после этого получилось все хорошо. Ну, не я позакручивал, а люди, которые здесь занимаются. Ответственные. Потому что эта печечка, это премиум. Сейчас вам покажу, как она выглядит. Оружие. То есть, видим, да? Реально премиум. Ну, люкс. Такие, за такие деньги она должна грубо сама собираться, а не с кувалдой добивать. Поэтому, говорю. Так, вот я сейчас возьму маленькую ламель. Ее уже подрезали. Сейчас вам покажу, как это будет выглядеть. То есть, она будет вот так полностью вся по кругу идти до потолка. И этого стыка никакого не будет видно. Все. И воздух, то есть, аккумуляция идет, конвекция. Потом открывается просто, и она выходит. Все. С вами был Дмитрий Михайлов. Комендвай. Всем хорошего настроения. Дня. Пока.